Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. В 1986 году произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. От взрыва вот этого пострадало очень-очень немало людей, большой, так сказать, кусок территории. И вот территория, которая пострадала от Чернобыльского взрыва, она поделилась на три части. Первая зона — это территория, которая была зачищена в 1986 году. То есть люди, которые там проживали, их выселили. Вторая зона — это где тоже выселили людей, но чуть-чуть попозже. Еще есть третья зона, она как бы, ну, среди сталкеров не очень популярная. Многие даже, знаете, такие опытные сталкеры практически ничего не знают о ней. То есть с третьей зоны, ну, здесь было тоже загрязнение, и отсюда людей не выселяли. То есть люди могли здесь жить, как и раньше жили, но посторонних сюда не пускали. И въезд сюда был по пропускам. Так как я говорю сюда, я сейчас нахожусь, так сказать, в третьей зоне. То есть сейчас, последние пару лет, сюда уже допуск свободный. Не нужно никакие пропуска и так далее делать. Село, в которое я пришел, я не буду говорить его название, но, насколько мне известно, здесь уже никто не живет. В 2001 году здесь была последняя перепись населения. На тот момент жил 41 человек. Ну, вы понимаете, когда в селе 41 человек живет, нет ни работы, скорее всего, нету магазина. Чем меньше людей, тем они быстрее отсюда разъезжаются. И, насколько известно, еще раз повторюсь, здесь вроде как никто не живет. Но дома остались в отличном состоянии. Некоторые люди иногда приезжают, так как это их дома, они сюда там... Ну, приезжают просто посмотреть, все ли нормально. Сюда очень проблематично добираться, потому что, ну, уже лет 10, наверное, именно до этого села нету дороги. То есть я ехал сюда на машине. Я вынужден был там в ебенях, можно сказать, оставить машину. Взял вон походный рюкзак и отправился сюда. Да, в общем, сейчас я нахожусь прям, можно сказать, у входа-у входа в само село. Друзья, я вам уже неоднократно рассказывал про такую компанию, как Avalon Technologies, которая позволяет зарабатывать и приумножать свои средства в кризис. Да, в принципе, не только в кризис. Деньги, я считаю, всегда должны работать, а не лежать дома где-то под матрасом или под подушкой. Вот, ребята, мой личный кабинет. Смотрите, доступные средства 25 тысяч. Активные депозиты 10 тысяч. То есть у меня еще работает депозит, я делал на 28 дней. Давайте я вам сейчас покажу, как я сделаю депозит на один день. Допустим, в 5 тысяч рублей создать депозит. Депозит успешно создан. Так же само создаем на 7 дней. 10 тысяч. Ну и на 14 дней. Тоже 10 тысяч. Создать депозит. Все. Ну и у меня еще есть такой же депозит на 28 дней. И вот, смотрите, ребята, с каждого вот этого депозита я буду зарабатывать по 1,3% в день. Так же само, смотрите, вот история вывода средств. Я уже делал один вывод. Вот он. 10 тысяч. 986 рублей. 1,3% в день это очень хороший доход. Если вы умеете считать, можете суммировать вот эти проценты и посмотреть, в принципе, на доходность за какой-то период. Неделю, месяц и так далее. Что мне еще очень нравится, что начать можно всего лишь со 100 рублей. Чисто вот так, знаете, закинуть 100 рублей, взять вклад на сутки, проверить, работает, работает, платит, платит. И потом уже каждый решает для себя, там, готов он зарабатывать, нужно ему это и на какую сумму он хочет зарабатывать. В общем, ребятки, ссылочка на Avalon Technologies в описании. Переходите, кликайте на нее и зарабатывайте. Название села пока говорить не буду, потому что вот, чтобы не получилось, как с Чернобылем, знаете. Я вроде там один из первых, кто пошел из блогеров в Чернобыль. Ну, не первый, но один из первых, так сказать, первый, кто показал, что на этом можно хайпить и потом, ну, просто зону забаянили. Я еще не знаю, в каком состоянии это село, но у меня есть информация, что оно достаточно в хорошем состоянии. И честно, я бы не хотел бы, чтобы сюда ходили разные блогеры, потому что, ну, состояние просто банально может ухудшиться. Поэтому, в принципе, никаких названий, никаких координат, ничего не будет. В общем, что, ребят, я так понимаю, переступаю забор, вот этот, и я уже в селе. Ну что, погнали. Все, ребята, вон уже виднеется первый дом. И смотрите, еще на столбах есть провода. Эти провода никто не украл. Возможно, даже где-то есть электричество. Подходим еще к одному такому забору. Он уже, в принципе, почти сгнил. Ну все, вот я подошел к этому первому домику. Такое себе состояние, но еще пока что стоит на своих, так сказать, ногах. Давайте посмотрим. А, все, стекол нету. Внутри. Все, разруха. Ну, типичная чернобыльская история. Только вот, знаете, из бонусов это то, что вот эта территория не охраняется. И не нужно бояться полицию, что тебе что-то будет. В принципе, не вижу смысла. Вот этот дом заходи. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь просто какой-то такой сарай разрушенный. Даже немножко как-то, ребята, знаете, стремно в него заходить. Кажется, сейчас зайду. Не дай бог что-то трону и на меня упадет. Идемте дальше. Думаю, что будет в дальнейшем что-то куда интереснее, нежели вот эти два домика. Все, ребята, оставляю здесь свой рюкзак. Иду в вот этот дом. Надеюсь, никто сейчас не стыбзит, так сказать, мой рюкзак. Смотрите, даже тропинка есть. Я вот, кстати, в зоне, когда такие тропинки видел, мне всегда почему-то казалось, что это сталкеры в хату натоптали тропу. Но, оказывается, это могут быть и животные. Видите, дальше пропадает куда-то уже след. Давайте как-то, надеюсь, сейчас в крапиве это и не попекусь. Кстати, вот эти штуки, знаете, они так цепляются к одежде хорошо. Вот так, смотрите. Оп. Стоит зацепиться и уже все. Надо, короче, отшкрябывать. Так. Ну, я так понимаю, это какой-то типа хлеб был. Давайте. Бляха. Я надеюсь, тут, короче, никакая гадость не живет в этих кустах. А, это, походу, вообще в целом хлеб был. Давайте не будем, короче, долго быть в этой хате и пойдемте что-то интересное искать. Говорил я, что дорог нету, но явно когда-то же были дороги. Но асфальтных дорог я не нашел, ни в каких старых даже картах. Троп ничего не нашел. Но вот в самом селе, смотрите, есть кусочки асфальта. Я думал, село-то совсем не асфальтированное. А, оказывается, еще и по асфальту хожу. Нашел хату. С виду окна все целые. Но трава, конечно, тут, блин, в рост человека. Пока что это самая интересная хата. Я еще был возле некоторых. А, вон, видно, кстати, даже замок висит. Давайте попробую вам увеличить, может, вам видно будет. Замок висит. Окна все визуально целые. Возможно, даже за этой хатой кто-то следит. Я еще, кстати, вижу замок такой. Относительно новый, но уже ржавый. И, ну, наверное, кто-то сюда периодически приезжает. Как минимум лет пять назад его точно повесили. Вон еще, кстати, вижу хату. Давайте я вам покажу. Так. Только знаете что? Вот смотрите, крапива выше, чем рост человека. Наверное, я бросу здесь пока что свой рюкзак. Пойду, похожу, поищу другие хаты. И, ну, сюда в любом случае вернусь за рюкзаком. И потом уже исследуем эту хату. Эта хата пока что самая такая, знаете, живучая среди тех, что я видел. Но она закрытая. Кто-то ее все-таки закрыл. Возможно, сюда даже кто-то приезжает. Хотя видно, что такой бурьян зарос, что очень много лет здесь никого не было. Короче, давайте еще походим. Если ничего интересного не найду, придется сюда вернуться. И будем искать какой-то полулегальный способ, чтобы сюда внутрь попасть. Все-таки не зря я такой путь проделал. Ну, короче, все. Идемте. Сейчас посмотрим, что-то поищем. И если не дадем, то вернем. Ну, в любом случае вернусь за рюкзаком. Смотрите, ребята, что нашел. Сельский магазин. Здесь, конечно, все куда по расчищенней. Но видно, что он тоже не работает. Там замок я вам потом покажу. О, кстати, открытый, смотрите. Давайте зайдем, посмотрим, что там. Магазин. Итак, ребята, фу, паутиной поросло. Смотрите, как явно здесь очень-очень много лет никого не было. Так, мы с собой все замки закроем обратно, как было. Но он уже был сломан до меня. Честно-честно. Ладно, это не открывается. Фу, так мерзко вот эти все паутины трогать. Я вам скажу. Так, ну что. Такой вот советский прилавок. Маргарин. М250 грамм. 75 копеек. Не знаю, в каком году 75 копеек стоил маргарин. Такая большая мышеловка. Уже, короче, она, походу, все. Да, мыша ловилась. Вон какие-то ящички валяются. Газета. Интересно, какой год. 596. Возможно, это 96-й год. Конвертик такой. Не подписанный. Здесь, наверное, знаете, и магазин, и почта сразу был. Потому что село само по себе не очень большое. Да еще и, знаете, там практически никто не жил. Вот это, кстати, где-то, может, начало 2000-х такие ящики были. Да и сейчас, наверное, такие ящики есть. Но еще, вот я же говорил, в 2001 году здесь 41 человек, если не ошибаюсь, был. Такая советская бутылка уже лопнутая. Коробочки какие-то. Давайте посмотрим, что в них. Пустые полностью коробочки. Ну, короче, такой вот прилавок. Здесь, походу, какое-то подсобное помещение было. Что, идемте на выход. Ну что, ребята, вижу еще один домик. Здесь, кстати, да, слава богу, таких страшных кустов нету. Но они есть, но... Ну, они более проходимые. И крапивы тут меньше. Смотрите, как окна заросли. Виноград или что это? Очень красиво так смотрится. Так, тоже, смотрю, стекла целые. Было бы здорово туда попасть. Не сешу, в принципе, я смотрю такие стекла. Знаете, ребят, я могу ножичком его демонтировать легенько. И ничего плохого там внутри делать не буду. И потом обратно так же само все застеклить. А вон, кстати, нормальная тропинка была. Я кустами, кустами. Закрыто. Ну, ладно, ломать не буду. Давайте пройдемся, может, еще где-то второй выход есть. Потому что в сельских таких старых хатах часто бывают, что, знаете, там один-второй выход. Да, вон есть дверка открытая. Кстати, вот тропинка есть какая-то. Может, даже людишки какие-то иногда тут ходят. Вон опять эти штуки. Я их столько уже сегодня нацеплялся. О, кстати, на гору выход. Ух ты. Печка разобранная. Печку, кстати, возможно, могли разобрать какие-то мародеры. Потому что в печках достаточно много может быть металла. А еще, кстати, раньше, когда что-то строили, то в печку могли прятать там какие-то золотые монеты и еще что-то такое. Смотрите, такая кассета. Чуть, наверное, с советских времен где-то. Потому что, ну, я не знаю, там многие зрители, может, уже не застали кассеты. Кто еще помнит, то, ну, как бы даже с виду для меня такая кассета кажется очень-очень такой, знаете, старой. Пластиковая стопочка, пробка от этого, как его, от счетчика, вот. Кстати, это уже, наверное, где-то начало двухтысячных, может, даже где-то попозже. Я, к сожалению, не обладаю информацией, в каком году выехал последний житель отсюда. Вот какие-то иконы такие. Керосиновая лампа. Раньше, кстати, у меня у бабушки такая была. Прикольная штука. И, кстати, сервант, мне кажется, у моей бабушки до сих пор такой есть, только он чуть-чуть получше состояния. Желатин швыдко-рощинный. Какой год? Не вижу, какой год, ну, ладно. Так, куски шифера, возможно, с этого же дома, с крыши. Сапоги резиновые. Да, смотрите, уже обои в сельской хате, в Чернобыле, именно там, где охраняется, такого не увидишь. Вот, кстати, дверь, которую я не мог открыть. Доски с пола сорваны, возможно, да, мародеры какие-то что-то тут потыбзили. О, кстати, смотрите, кровать, стол. Это прям по чернобыльским меркам топовая хата. Единственное, что, вот, смотрю, пол такой подгулявший немножко. Возможно, кто-то тоже пытался выдрать вот эти доски. Все пусто. Все, что имело какую-то ценность. Либо люди, которые съезжали отсюда, повыносили. Либо же мародеры, потому что вот даже доски в той веранде посрывали. И опять такая икона. Вот, кстати, удивительно. Я знаю, что старые иконы имеют какую-то ценность. Я просто почему-то... На потолке обои. Ничего себе. Что старые иконы... Или это не обои? Нет, это не обои. Старые иконы имеют какую-то ценность. И почему их никто не повыносил. Я уверен, на 100% здесь были какие-то мародеры. Даже если все вот это хозяева повывозили куда-то, то... Ну, все равно кто-то был и ничего никто не украл. Просто щель на улицу. Полностью деревянный дом. Просто обмазан какой-то такой штукой. Ну что, могу сказать, что настроение у меня уже чуть-чуть поднялось. Потому что попал в достаточно интересную хату. Неплохо сохранилось. Возможно, даже сегодня ночью мне предстоит спать на этой кровати. Хотя не уверен еще до конца, что буду здесь ночевать сегодня. Но, ребята, я буду здесь ночевать еще не один раз. Потому что с данным селом у меня запланировано много-много видео. Ну, как много, пару штук еще точно. Не скажу, что я буду здесь снимать. Но особо внимательные, в принципе, смогут догадаться, что я тут планирую дальше делать. Что, идемте еще пройдемся по селу. Вот, смотрите, ребята, буквально там 15-20 метров от дома. Колодец. Только верхушка его разобрана уже. Фу, как паутина, и все поросло. Не вижу отражения воды. Либо он ультра глубокий, либо он пустой. Мне кажется, что он, скорее всего, пустой. Потому что в этом году у нас такая засуха немножко. И много где упал уровень воды. Все, ребята, я спокоен. Мой рюкзачок на месте. Давайте его сейчас заберем отсюда. Надеюсь, его тут никакие штуки-дрюки не съели. Здесь, кстати, очень много животных. Я пока тут ходил. Я все время не снимаю нон-стоп. И пару раз слышал в кустах что-то большое. Бегал, а возможно, какие-то лоси. Возможно, еще что-то. В принципе, в самой зоне, знаете, очень много животных. Но здесь я подозреваю их еще больше. Потому что в зоне все равно там по дорогам машины ездят. Сталкеры, в принципе, в основном вдоль дорог ходят. Плюс, ну, как бы, есть какие-то иногда люди. А здесь вообще никого нет. И не уделюсь, если многие животные здесь вообще людей не видели. Они сейчас в шоке, что тут какой-то тип ходит. Все, ребята, подошел к этой хате. Вот тоже такой замочек. Лет так, наверное, сколько-то его назад повесили. Пошел. Прикольно. Теперь рюкзак тут бросим. Зайдем. Тут, наверное, все так закрывается. Запах такой, знаете. Видно, что какие-то вещи есть. Как вот в какой-то очень-очень старый дом где-то зашел. Подперто, походу, чем-то. А, тут эта штучка такая. Ух ты. Вода еще такая, смотрите. Ну, не знаю, современная. Как минимум пару лет. Максимум ей может быть, наверное. Так, что у нас тут? Я вообще не удивлюсь, если здесь кто-то живет. Тропинки к дому никакой не было. Так что здесь, наверное, никто не живет. Но мне кажется, очень не так давно здесь кто-то жил. Какая-то пенсионерка, либо пенсионер, наверное. Давайте такой краткий обзор сделаем. Хаты. Я не знаю, что тут комментировать. Вот палочка была. Явно видно, что, знаете, какой-то старый человек жил. Опять такая икона. Так, тут освещение не очень хорошее. Поэтому качество чуть-чуть плывет. Снимаем это видео на телефон. Столовые приборы, вода, караван. Ну да, то есть, как минимум пару лет назад здесь еще кто-то был, ребята. Здесь какие-то дровишки, смотрите. Печка. Можно затопить, наверное, вот какой-то, такой типа сервантик маленький. Да, здесь не так давно кто-то жил. Но как минимум могу, ребята, сказать, потому как все вокруг этого дома заросло. В этом году точно здесь никого абсолютно не было. Так, тут еще есть одна комната. Давайте в нее зайдем, посмотрим. Видно сразу, знаете, вот эти такие белые следы. Потолок, видимо, осыпается уже. Ну, в принципе, неудивительно. То, наверное, это все уже поубирали. А так лежит оно себе и лежит. Может, знаете, жила какая-то бабушка, наверное, умерла. Тоже комната. И, возможно, там родственников или что там, как бы, никаких нету. И поэтому вот как-то так никто не ухаживает за этими. Оно осталось в таком, знаете, состоянии, как будто кто-то просто с дома вышел. Просто вот немножко не убрано. Календарь какой-то. Непонятно за какой год. Ну, хрен его знает. За какой-то год. Календарь. Давайте еще, может, перелеснем что-то. Понятно будет. 2013 год. Ну, календарь с 2013 года. Но я не думаю, что прям 7 лет здесь никого не было. Потому что, ну, там прям такой лютой-лютой паутины нету. Кстати, смотрите. Опять же, такая керосиновая лампа. Только уже в более лучшем состоянии. Смотрите, вот этот фитилек. Он полностью живой. Возможно, кстати, да, вот этот фитиль даже никто не поджигал. В следующий раз сюда приду. Возьму с собой керосин. И запалю такую керосиновую лампу. Вот так прикольно будет. Я в детстве у бабушки на каникулах много проводил времени. И вот когда свет пропадал. Такое иногда случалось. То прабабушка моя еще доставала керосиновую лампу. Поджигала. И там какой-то минимальный источник света был в доме. Так. Ну что, давайте что-то посмотрим. Что тут в шкафах есть. Продукты какие-то. Еще даже есть макароны. Я даже такой фирмы не знаю. Спички. Кофе. Шмофи. Пакеты. Вот такое, знаете, самое необходимое, что в селе может надо быть. Вещей, в принципе, никаких нету. По вот этих расцветках могу догадаться. Вон, хусточка какая-то, да. Сто процентов бабушка была. Не знаю, как насчет дедушки. Дела обстоят. Тарелки, смотрите, все поскладывано. Как будто, знаете, вот кто-то сложил, выносить собирался. Газовый баллон. Остатки газа были, но уже нету. Сергей Трейсер выпустил весь газ в баллоне. В общем, ребята, не то чтобы я в шоке. Я прям в шоке и в восторге от состояния этого дома. Такое ощущение, что, знаете, вот кто-то живет здесь. Старый-старый очень такой. И просто вышел куда-то за хлебом в магазин. Но магазин, если вы видели, в каком состоянии. И, короче, не может дойти и вернуться. Прикольно. Наверное, все-таки, если я буду здесь оставаться, я, скорее всего, буду оставаться. Я, наверное, буду оставаться в этом доме. Как видите, у меня там вот есть топор, есть лопата. И я думаю, что особо проницательные могут понять, что я здесь запланировал сделать. Давайте, ребята, дам вам еще буквально там 20-30 секунд на то, чтобы вы догадались, что я буду здесь делать. Короче, я вообще шел сюда для того, чтобы выкопать землянку. То есть землянка в Чернобыле 2.0. Ну, как бы, это Чернобыля можно назвать с натяжкой. Но это село тоже пострадало от чернобыльской катастрофы. И до какого-то времени оно тоже считалось таким достаточно загрязненным. Даже сюда, знаете, не пускали людей. Но местных не выселяли. Ни троп, ничего, короче, не нашел. Ну, там местами, да, есть такая, знаете, трава потоптана. Наверное, непонятно, либо это животные, либо это люди. Ну, короче, все. Я, наверное, где-то возле этого дома буду начинать копать свою новую землянку. Вот, я думаю, вот тут, смотрите, такие акации растут. Блин, трава такая, что можно ноги поломать. Вот, есть такие акации. На видео это вообще так не передается. Но они где-то высотой 9-этажный дом, наверное. И вот тут такая есть площадка. Я думаю, тут немножко выкосить вот этот весь такой бурьян. И сделать себе новую земляночку. Только уже не такую, как там в Чернобыле я делал. А сделать полноценную крутую землянку, куда я смогу там приглашать друзей. Мы там будем сюда на шашлык, машлык приезжать, там просто потусить. Просто там даже жену с ребенка можно было пригласить. То есть хочу сделать такой полноценный дом под землей. Здесь я уже не буду париться, что меня там кто-то найдет эту землянку. Что меня там поймает полиция, еще какие-то, что у меня проблемы возникнут. Тут вообще не переживаю, потому что это реально богом забытое село. И окажут, сюда даже собаки срать не ходят. Короче, вот такая вот идея. Пишите, ребята, в комментарии. Интересно, неинтересно вам, как вам моя затея с землянкой? Строить, не строить? Ну, как вы поняли, я уже все равно собрался строить. В общем, часть вещей, наверное, оставлю в вот этом доме, в котором мы только что были. Это будет моя такая временная база, пока не построится землянка. Когда построится землянка, то я уже переберусь сюда. Потому что я не удивлюсь, если в тот дом периодически кто-то приезжает. Но, честно, видно, что там очень долго никого не было. Поэтому пока что я, наверное, в этом доме где-то в укромное местечко спрячу свои вещи. И через пару дней уже сюда приеду с какими-то помощниками и будем копать землянку. Потому что землянку я собираюсь сделать большую, думаю, примерно 3 на 3 сделать. Ну и глубиной в полный рост. И вообще сверху вот так ее засыпать, чтобы ее не видно было. Только, знаете, такой потайной вход будет. Потому что даже если кто-то пройдет, чтобы реально она заросла, так чтобы вообще не видно было, что там есть землянка. Ну, короче, а данный видеоролик уже, наверное, подходит к концу. Ну, я надеюсь, вам понравилось это село. Потому что оно, как для чернобыльского села, оно в очень крутом состоянии. Просто, наверное, потому что здесь не ходят сталкеры. Потому что, ну, здесь, так сказать, нет колючей проволоки. Там что-то 3-4 года это уже сделали как заповедник. Но до недавнего еще времени сюда въезд был только по пропускам. Короче, все. Что-то я заболтался. Такое вот видео. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, как я буду здесь строить землянку. Землянку постараюсь взять максимально топовой. Так что будет интересно. Все, пацаны и девчата, жмите лайк. С вами был Сергей Трейсер. Всем пока.